Побывать на международном хореографическом конкурсе «Славянские самоцветы» в Минске было давней мечтой руководителя и участниц студии «Задоринки». И, наконец, чаяния девушек сбылись. В марте их пригласили в столицу Беларуси. Попасть на этот конкурс непросто. Организаторы заранее просматривают заявки и собирают мнение о коллективе, знакомятся с его историей. Нам предложили съездить в Минск на конкурс «Славянские самоцветы». И мы сразу согласились, потому что, во-первых, новый город, посмотреть, как устроены мы были в Беларуси и Витебске, а тут новый город, Минск. Поэтому мы решили поехать. Конкурс очень понравился, очень хорошая организация, все организовано на высшем уровне, нас встречали, отвозили. Очень добрые организаторы, очень отзывчивые. На конкурсе были достаточно сильные соперники, очень красивые номера, очень красивая сцена и профессиональные жюри. И потом уже, когда мы приехали, мы увидели, что мы в числе 29 коллективов, которым вот достоилась честь такая выступить. Это одна из самых таких честных, открытых организаций, очень серьезных. Все было настолько продумано до мелочей. Просто вот тайминг был минуту в минуту расписан, все было просто идеально, я считаю. Это прям браво этой команде. Действительно работают такие сплоченные профессионалы. Конкурс собрал сильнейшие танцевальные коллективы из крупных городов России и Беларуси. Как отметила Анна Козловская, ее воспитанницам было на кого посмотреть и чему поучиться. От Сарова ездила старшая конкурсная группа «Задоринок». Девушки возили три групповые работы – «Ворона», «Руладу» и «Взгляд из Марианской» и два сольных танца. Все групповые танцы завоевали первые места. Солистка Арина Макеева получила диплом у лауреата второй степени за композиции «Живая сталь» и «Порыв». «Живая сталь» – это растение, которое хочет пробиться сквозь дорогу, чтобы расти, жить, наслаждаться природой. А «Порыв» больше про времени года – это тоже росток, который весной расцветает, а зимой, то есть в конце, он обратно уходит под землю. Во время творческого состязания в Минске в социальных сетях проходил конкурс группы поддержки. Все желающие могли отдать свой голос за один из коллективов. «Задоринок» поддержали хореографы из разных городов, с которыми соровчане уже работали, близкие друзья и знакомые девушек. Благодаря этому задоринки забрали приз конкурса «Группа поддержки». Еще раз хочу поблагодарить всех жителей Сарова за то, что они прошли мимо, за то, что они поддержали наших девчонок. И благодаря вот такой коллективной поддержке мы выиграли. У нас не было ни одного накрученного голоса, мы выиграли именно вот в честном таком, честном бою. Сразу после возвращения из Минска задоринки отправились в Нижний Новгород, где представили Саров на финале областного конкурса «Грани таланта». Воспитанники Анны Козловской показали на финальном этапе 10 танцев. И все вошли в число лучших. Копилку наград образцового коллектива пополнили 7 дипломов лауреатов первой степени и 3 диплома лауреатов второй степени.